Телеканал «Дважды-2» представляет Телеканал «Дважды-2» и телекомпания «Санатекс» представляет Андрео Дель Бока в телевизионном многосерийном фильме «Антонелла». Автор сценария – Энрике Торрес. В фильме также снимались. Густаво Бермудес, Луис Луке, Ильда Бернард, Хорхе Делия, Верхиния Инноценте, Умберто Серрано, Мими Арду, Асфальдо Тессер, Моника Голан, Асфальдо Гиди, Гастон Мартелли, Гиего Буссоя, Моника Голан, Проендиган rec연� П straight- rode-1. «Дивиаг sistem grande мнение эзи». «Мос NAтонева». Луния рядом х международной, «Моника Голаневый». Флор Хир Nonцеарна, «Моника Голанбета». Продюсер Сельсо Дуран Режиссер Карлос Эбаристо Оператор Рубен Герваси Что? Скажи правду Разве не этого ты хотела? Ты давно этого добиваешься? Скажи ему правду Говори Феде Правда в том В том, что у моего ребенка Нет отца Я не сумасшедшая У меня будет ребенок без отца Нет Он появится не из капусты Я ношу его в животе В колледже тебе же объясняли, как появляются дети? В моей жизни Был любимый человек Но он не мужчина И не может быть отцом Прекрасно Прекрасно Очень педагогично Ты никогда не хотел стать учительницей Из тебя получилась бы выдающаяся воспитательница Федерико, оставь нас наедине Пожалуйста Струсила Струишь из себя героиню В последний момент трусишь По-твоему, мальчик глуп? Ничего не понимает? Нет, к счастью Он не похож на отца Надеюсь, мой ребенок Не опоздает к раздаче мозгов И ему не всунут такие, как у папы Ты видишь Что ни слово То удар в спину Неужели ты способна только Нападать на меня? Я больше не буду нападать Нет? Да Однако ты только что пыталась Столкнуть меня с сыном Николас Федерико хочет знать Кто отец ребенка Что мне делать? Сказать правду или нет? Что же ты ему не сказала? Тебе нравится Сэрат? В одной его песне Есть такие слова Правда, не бывает грустной Но от нее нет спасения Все прекрасно Только никто не объяснил ему Что значит проходить по делу Это немного обременительно Потому что будет много всяких бумажек А тюрьма? Не пугай его, Гастон Не беспокойтесь Меня не так легко испугать Конечно, вас приговорят к заключению Но в любом случае За вас внесут деньги И вы не пробудете в тюрьме Ни минуты У нас в стране много действующих И бывших чиновников В таком же положении Я буду как они Обо мне напишут в газете? Тут вы бессилны Они набросятся, как звери Но это же очень важно Мне о каждом пишут в газетах Хорошо, Артура Я вижу, что вы согласны Я познакомлю вас с сеньором Сальви Он адвокат моего внука Но у вас будет другой Тоже первоклассный адвокат Не злобудьте Вы злоупотребили доверие моего внука И заставили его подписать документы Скрыв от него их содержание Только вы знали, что молоко испорчено Но мне придется обвинить и чиновника Давшего мне эту информацию Да Ну и что? Нет, ничего Я вам очень признателен Похоже на футбольный матч с двумя мячами Мы даже не можем играть против друг друга Ни вместе, ни против Что это такое? Ничего Ничего не осталось Я не хочу быть Ни в твоей команде Ни в команде противника Только подумайте Когда мы познакомились Когда ты появилась в этом доме Я был очарован тобой У меня кружилась голова от твоих взглядов Но я спрашивал себя Почему эта девушка так смотрит на меня? Почему она так красива и астрововна? Ты звала меня озабоченным Это правда Я был озабоченным Я закрывал глаза и представлял тебя в своих объятиях В этом причина любого безумия и блаженства Открыть для себя чужую тайну Сними пластинку Ты спел целое болеро в чистом мужском духе Ты только забыл сказать, что мои глаза как два солнца И что каждым взглядом я освещаю твою душу С этой морковкой к другой корольчихе Я отлично знаю, в чем заключается твоя вселенная и твоя жизнь И в чем же? В постели Ошибаешься Моя жизнь не только в этом Иначе я не женился бы на Миранде Что бы ты ни говорила, я буду счастлив в браке Конечно Нисколько не сомневаюсь Ты будешь счастлив в браке Ты держишь свое чувство в морозилке Ты будешь счастлив, но берегись Даже в морозилке продукты портятся Их можно хранить там лишь несколько месяцев Зачем думать о каких-то месяцах Если можно испытать минуту блаженства Главное Что происходит с тобой здесь И сейчас Не так ли? Пожалуйста, Артурита, пойми А тебе не будут писать, как о мужчине года Тебе будут писать, как о подследственном Как о мошеннике И тому подобное Я полностью доверяюсь и не верю к лицу А если ты окажешься в камере два на два Пожалуйста, не надо каркать Ты прав, прав Какое мне до этого дело? Какое? Крысы всегда бегут на запах сыра Не понимаю Вы хотите мне что-то сказать? Да Купи себе фотоальбом Будешь вырезать свои фотографии Которые публикуют в газетах Бабушка уже сообщила о новости Меня будут фотографировать? Не волнуйся Твоя фотография уже фигурирует В деле А я на ней хорошо получил? Ты спятил? Обо мне заговорят Все будут говорить обо мне Что с тобой? Ничего Что ничего? Я проверила то, что хотела Не понимаю Я делаю так и имею тебя Где хочу и когда хочу Но не волнуйся Я больше не буду так делать Так ты меня поэтому поцеловал? А ты что думал? Ну конечно Ты думал иначе Как пошлые мысли об удовольствии и безумстве Ты мог бы стать министром по туризму Посетите долину удовольствия Займитесь любовью А через девять месяцев Вы заплатите всю сумму Мне ты уже продал этот тур Но я всегда возвращаю долги Жаль только, что ты не увидишь Как я буду расплачиваться Это касается только меня И его Что мне делать? Скажи, чего ты от меня хочешь? Чтобы я встал на колени и вымаливала у тебя разрешение признать этого ребенка? Это слишком жалкий спектакль Тебя ждут великие дела Ты правда считаешь меня проходимцем? Я не считаю Я вижу Хорошо, пусть так Я проходимец Согласен Ты ходишь по головам Подкупаешь и обманываешь людей Я делаю то же, что и все остальные Правильно Ты поступаешь так же, как и другие политики Думаешь, но не чувствуешь И ты дорого за это заплатишь Этого ребенка Ты потерял еще до рождения Но это не единственная потеря Есть еще одиннадцатилетний мальчик Который ходит по дому с опущенной головой Его ты тоже потеряешь Тоже сломаешь Потому что встанешь ему на голову Чтобы подняться повыше Тебе наплевать на него Нет, мне не наплевать Это очень важно Потому что он мой сын Ты кричишь А об этом не кричат Об этом говорят Нежно и ласково Сколько бы ты ни кричал Федерик у тебя не слышит И моя горошинка тоже Где гарантия, что на этот раз будет по-другому? Я могу написать расписку Фантастика Договор с покойницей Тогда я не знаю Моего слова вам мало? В прошлый раз ты уверяла меня, что не вернешься Эта операция стоила мне очень дорого Я выбросила деньги в пустую На этот раз будет все по-другому Я начну новую жизнь А что думает твой дядя? На меня можешь не кивать, Луквец Я ничего не знал об этом деле Я долгие месяцы оплакивал Смерть племянницы Зачем же ты сидишь здесь? После я хочу с тобой поговорить Ты мне кое-что задолжала Как видно, для живущих в этом доме Я вечный должник Я всегда им должна Ладно, Ракель Ты получишь деньги Но третьего раза не будет И если ты вернешься Я приму меры Гениально Не трогай меня Ты никогда мне не нравилась И ничего не изменилось теперь Мог бы не приходить Я уже слышал тебя в особняке Ну, все-таки я рад Слышишь запах? В духовке яблочный пирог Я вернулся такой счастливый Что пошел в магазин И купил два килограмма яблок Ребекка их так любила Артур, мне кажется Ты не понимаешь Сути происходящего Ты не соизмеряешь последствия Тебя ждет тюрьма В этой стране Люди с деньгами в тюрьме не сидят И потом у старухи Огромное состояние Ладно, оставим это Мне нравится Что ты обо мне заботишься Это приятно Останешься на ужин Тебе нравится Омлет с шампиньонами Ты бесцеремонный Вот именно Бесцеремонный Сказать при Консуэллу Что Паула наша дочь У меня было желание убить тебя Сожалею, я совсем потерял голову Если ты больше не хочешь Видеть меня на фирме Я уйду Но только Пауле решать Есть для меня место В ее жизни Или нет Что ты будешь делать? Не знаю Она моя дочь Я хочу обнять ее Можешь считать меня глупым Но я это предчувствовал Ты знаешь, я очень люблю женщин Это ни для кого не секрет Как только у меня появляется Малейшая возможность Но с Паулой все было по-другому Я чувствовал потребность Обнять ее Защитить Я знал У этой девушки Что-то не так Она страдает Это моя дочь Знаю Что думаешь делать? Поговорю с ней Расскажу всю правду Расскажу о нас А главное скажу Что я не знал О ее существовании Это ты знала Что она наша дочь Но не я Я не знал Да Скажу Тогда прежде сделай одну вещь Выстрели Мне в сердце Я все равно этого не вынесу Не вынесу Ее упрекающего взгляда Я люблю ее, Карло Люблю больше других своих детей Я люблю ее Потому что никогда не могла сказать ей об этом И от этих переживаний У меня ничего не осталось внутри Не делай этого Помни Я умру до того Как ты начнешь этот разговор с Паулой Моя жизнь В твоих руках Я понимаю Ты хочешь поговорить с дочерью Это справедливо Я не буду тебя винить Во всем виновата Только я Из-за своего эгоизма Мне не с кем разделить Даже эту вину Почему ты так говоришь? Я не дурак Я никогда так не думала Но говорила со мной Как с идиотом У всех детей есть отец Кто отец твоего ребенка? Иди сюда Феде Не задавай вопросов На которые нет ответа Это слишком больно Мне некого назвать тебе Ты не знаешь Что значит быть матерью-одиночкой Почему ты не плачешь? Не могу Вспомни Когда я болела Когда Врач сказал Что у меня рак У меня внутри все оборвалось Сейчас Было бы то же самое Если бы не мой ребенок Моя горошинка Если бы не мои чувства Тогда у меня был рак Но теперь Теперь у меня ребенок Значит я полна жизни Я не могу тебя обманывать Я Плачу 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 ночью В подушку Я думаю о своем ребенке Я его себе представляю Голенького у меня на руках Как он сосет молочко И еще я вижу его На карусели Мой малыш Сидит на лошадке И тогда мне становится легче Боль не проходит Но мне легче Ты плачешь С тех пор как я забеременела Я стала очень плаксивой Но сейчас Я плачу от радости Феда Ты будешь любить мою горошинку? Да Вы должны любить друг друга Очень Ты наверное шутишь? До нашей свадьбы осталось несколько дней И ты еще можешь отказаться Я не хочу детей Пей таблетки Делай уколы Поставь спираль Мне все равно Я не хочу детей Мне хватит и одного Федерико Дело не в Федерико Ты ждешь ребенка от этой мерзавки Я знаю в чем дело Миранда Будь добра Даже не упоминай об этом ребенке Я говорю не об Антонеле Я говорю только о себе Я не хочу детей У меня нет призвания быть отцом А если мы все-таки поженимся То запомни У нас не будет детей Я хочу чтобы ты усвоила это И чтобы мы не спорили Детей не будет Не будет Ясно? А если я все-таки забеременею? Миранда Я прошу тебя только об одном И я хочу чтобы ты поняла Свидетельство о браке Меня не свяжет Если ты сомневаешься Позвони моей бывшей жене В Майами Нет, Паула Ты меня не переубедишь Я буду жить у дона Карла Пока не родится ребенок Пожалуйста, Антонелла Только не там Ты так говоришь Как будто мы расстаемся навсегда Ты сможешь навещать меня Хоть каждый день Ты ничего не понимаешь Почему это я не понимаю? Я никогда туда не пойду Почему? Ноги моей не будет в доме отца Никогда Она только что ушла Это чудо, что вы не столкнулись Она обещала дать мне денег Я люблю тебя Люблю Я тебя поздравляю Она сказала когда? Сказала, что позвонит Мы можем заказывать билеты Нет, этим займусь я сам Просто не верится Что мы снова будем вместе Вот увидишь Как хорошо нам будет в Мексике Ты рад, что твоя жена Будет певицей в ресторане? Я буду счастлив Если моя жена станет певицей Но больше всего меня радует, что мы будем вместе Она даст тебе деньги наличными? Пока не знаю, но я уеду через несколько дней Полагаю, это будет после праздника Ты ведь останешься на свадьбу с сыном О чем ты спрашиваешь? Разве мать может пропустить свадьбу с сыном? Матерью будешь ты, Лукреция Ты всегда с этим хорошо справлялась Значит, ты не останешься на свадьбу? Совершенно верно Я не могу остаться Хватит, Миранда Я же сказал Я женюсь на Антонелле Я люблю тебя Я тоже тебя люблю Я хочу, чтобы все знали Мы с Антонеллой поженимся через 10 минут Через 10 минут? Да, сейчас придет священник Папа Карета подана Там четверка белых лошадей Хорошо, и еще одна новость Антонелла, Федерико Я больше не живу вам здесь Мы втроем переедем в домик на берегу моря Не втроем, а в четвером Ты забыла о моем братике Я не могу поверить Это сон Чудесный сон Это сон, Антонелла Ты спишь Тогда не буди меня Не надо Антонелла Антонелла Да Что? Ты уехала на несколько секунд Словно заснула с открытыми глазами Похоже, Антонелла заразилась от тебя нарколепсией Вы были у Донихи спины? Конечно, была Что стало с бедной женщиной, когда она увидела вашу фотографию? Ее чуть не вырвало Что вы говорите? Да, вам конец, Абелярдо Вам причинили большой вред Да что там большой? Ужасный Трудно поверить, Абелярдо Трудно поверить Вас проткнули булавками с головы до ног Донья Криспина говорит, что вас парализует Что у вас развивается какая-то болезнь внутри Вот здесь Скажите, как у вас с желудком? В последнее время у меня были проблемы Что за вопрос вы задаете? Не надо стесняться Дело в том, что вам конец, Абелярдо Я умру? Да Если не будете выполнять советы Донни Криспина Подождите Я вам прочитаю Не знаю, чем ты удивлен Ты сам дал мне фотографию Артура Не думал я, что ее так быстро напечатают Надо выиграть время, пока они не занялись твоим кузеном Можно, сеньора? Да, Абелярдо Ваше лекарство Спасибо Может, хватит читать газету? Артуру не настолько красив, чтобы уделять ему так много времени Об Артуру написали в газете? Да Абелярдо Человек всегда загадка Оказывается, Артуру преступник Я сразу приехал к тебе Как только увидел фотографию в газете Говорят, что ты бессердечный мошенник Тебя интересуют деньги А не дети, заболевшие дизентерией Это чудовищно, Артуру Нет, совсем нет Конечно, у меня есть фотографии получше Вчерашний разговор пошел мне на пользу Я так давно не плакала Сейчас, когда ты успокоилась, могу я сказать свое мнение? Нет Почему? Ты будешь заставлять меня делать то, чего я не хочу Паула Дон Карл неплохой Он твой отец, но он ничего не знал Я тоже ничего не знала И мы хорошо жили Можем жить так и дальше Но это невозможно Он знает, ты тоже Ты ведь не будешь отрицать Давай займемся чем-нибудь другим Мы можем пообедать вдвоем Если ты не хочешь о чем-нибудь говорить Ты становишься хуже осла Не тебе меня судить Может быть, поговорим о Николасе? Я же просила не упоминать о нем Ты права Не мне тебя судить Сегодня утром во время завтрака Мне пришла в голову одна мысль Квартира Какая квартира? Я не хочу, чтобы ты жила у Карла Может быть, мне снять квартиру? Вдвоем Вдвоем Да Мы могли бы снять квартиру вдвоем и жить вместе Моя крестная не будет сердиться Когда родится мой крестник Мы могли бы воспитывать его вдвоем Ты хочешь сказать, что будешь его крестной? Даже не думай искать другую крестную Или я обрежу тебе волосы, пока ты спишь Ты поняла? Здравствуйте, сеньор Привет, папа Странно, что вы еще в постели Я не пойду на работу Бабушка мне запретила Спасибо, Федо Эмпара, вы не могли показать мне услугу? Да Принесите мне газеты Да Там напечатали о сеньоре Артуру Вы не представляете, что о нем пишут А я досчитала его дураком Ничего себе штучка Сейчас я принесу газету Спасибо Ты составишь мне компанию? Да Ты завтракал? Давно Папа Если я задам тебе один вопрос Ты скажешь мне правду? Конечно Что ты хочешь спросить? Кто отец ребенка Антонелла? Не знаю Сеньора, я вернулся Хорошо Абелярдо Я недавно открывала сейф Все лежит не так Как я положила Сеньора, не стану вас обманывать Я его открывал Я знаю Только вам известно, где у меня написан шифр Сеньорита Миранда меня заставила Она хотела посмотреть завещание Значит, Миранда знает, что... Нет, сеньора Я доставал завещание из сейфа, но я не показал его И потом я положил его на место Она ничего не видела Если вы позволите, на вашем месте я бы остерегался Сеньорита Миранда Она подозревает, что вы мать сеньориты Паулы Я уверен Бедный Артур Пусть Антонелла убирается отсюда Извини Кажется, я ослышалась Ты не могла бы повторить? Пусть эта мерзавка убирается и немедленно Я снова прошу прощения Но мне кажется, я слышу не те слова и не тот тон Поставь эту иронию, Лукриция Ты отлично меня слышала Я хочу Нет Я требую Чтобы ты выставила эту шлюху на улицу Миранда Пока ты еще не жена моего внука Даже если ты ей станешь, разницы не будет Это мой дом И я решаю, как мне жить И не разговаривай со мной в таком тоне Не здесь, не в другом месте Мне надоело, Лукриция Ты никогда меня не слушала Ты постоянно защищаешь это ничтожество Мне пришлось найти способ, чтобы заставить тебя Ее выгнать Меня никто не может заставить Я прошу тебя, выйди из моей комнаты Отлично Раз я у тебя дома Я поговорю с твоими родственниками И представлю Твою дочь Посмотрим, что скажет Паула Узнав, что родная мать Отказалась от нее Ты этого не сделаешь Если эта нахалка сядет ужинать То десерт подам я Твоя дочь Паула Не вынесет этой новости Ты по-прежнему будешь защищать Это ничтожество Или я сама выброшу ее вещи на улицу Я не уйду, пока не поговорю с Паулой Я сяду в это кресло и подожду ее Я же сказала Она отдыхает У нее ужасная мигрень Антонелла, это уловки Нет, это правда Ты думаешь, я ребенок? Неужели ты считаешь, что я не догадываюсь Что Паула меня избегает А если вы все знаете То почему настаиваете? Значит, у Паула есть причины Я должен поговорить с ней Мне надо сказать ей важную вещь Что она ваша дочь? Ты знала? Уходите Сейчас не время для подобной исповеди Я знаю, что говорю Уходите Пока не потеряли ее вовсе Что ты делаешь? Пора убираться, дорогуша Конец пятизвездочному отелю Катись Только тронь что-нибудь еще И тебя не узнает даже твоя приемная мать Потому что тебя не родили Тебя нашли в сливном бачке Оставь свое оскорбление Твое время кончилось Тебя выгнали Да? И кто же выгнал, кроме тебя? Не подходи ко мне Один утар и ты выплюнешь своего ублюдка Ублюдок твой дедушка Противная тварь, гадюка Я тебе покажу Дура Я оторву тебе уши Хватит, хватит Антонелла, хватит Хватит, пожалуйста Что здесь происходит? Она хотела меня укусить Ты видишь, она сумасшедшая Что случилось? Я отгрызу ей уши Усатая тварь Ящерица Зачем ты пришла, Миранда? Чтобы выставить отсюда это ничтожество Она сейчас же уедет из этого дома Антонелла уедет, когда захочет И не надо ее выгонять Я не желаю тебя видеть в этой комнате Пожалуйста Она все равно уедет Вот увидишь, как твоя бабка ее выставит Посмотришь Это она все сделала? Отстань, сплетник Если бы я вас не растащил, вы бы убили друг друга Послушай, что я тебе скажу Наш разговор с ней еще не закончился Клянусь, этой сучке не носить очков Потому что я отгрызу ей уши Клянусь Я сумасшедшая А она сама Напросилась Значит, ты не против, Крестная? Крестная? Да Я говорила, что сниму квартиру И мы поселимся там с Антонеллой Она хочет уехать жить к Карлу Но так будет лучше Я смогу быть рядом с ней Лукреция Ты немедленно выполнишь мою просьбу Ты спустишься И скажешь этой твари, чтобы она убиралась Я не могу Лукреция, Паула здесь Ты сделаешь то, что я сказала Ты не понимаешь Я не могу Это сильнее меня Я не могу выгнать Антонеллу И не хочу Если ты этого не сделаешь Паула узнает правду Пожалуйста, Миранда, не надо Хорошо Если ты так хочешь Паула, тебе пора познакомиться со своей матерью Теперь ты понимаешь, почему Кухарка и садовник Воспитывали тебя в Барселоне Мать не хотела тебя Она подарила им тебя Лукреция твоя настоящая мать На русский язык Фильм озвучен фирмой Дважды два телемаркет Для этого Парай, мне не обиделся Здесь у вас только для кого Парай, мне обиделся Парай, мне обиделся Субтитры сделал DimaTorzok Así me gusta amor, sin miedos ni ataduras, con fuerza, con ternura y con libertad Para este amor se necesita espacio solo para dos Para este amor, el día no depende de que salga el sol Para este amor se necesita hacerlo cada vez mejor Para este amor DimaTorzok